Драма Драма Мы ведем репортаж у Большого Джона Усилиями полиции взрыв предотвращен Катастрофы сегодня не будет Так сказал бы Джон Барри, будь он сейчас с нами Но моего коллегу постигло большое горе Да Значит, в машине отснятого материала не было Джон Барри уцелел Фрэнк Это мои проблемы Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надеюсь, вы успокоились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Без него он Джексону не партнер Чутье мне подсказывает Мы должны избавиться от него Не все сразу Всему свое время К тому же От всех избавиться Невозможно? Не понял Объявился Джеймс Мал Не помню такого Напрасно Бывший адвокат Мартина Чего вы медлите? Шарахните его 16-тонным грузовиком На всякий случай Он теперь знаменитость Лауреат Почетный президент Международного движения Гринпис Это фигура Но дело не в этом Я о другом Расчеты Бака не подтвердились Можем ли мы достичь цели? По-моему Нужен новый эксперимент И вообще Новая программа Вы правы, Тедди Пока мы установим аппаратуру Пройдет немало времени Это непростое дело, Стив Шофер убит Кейс пропал Мы же в больнице С проломленной головой Как можно проломить То, чего нет, Стив? Я ему лично предлагал Отвести пленку Джексону А-а-а Я не доверяю полиции Я доверяю только собственной голове А теперь, когда эта голова проломлена Он будет поливать нас На всех углах и перекрестках Я думаю, что Бомбы под Большим Джоном Убийство Мэрил Покушение на Нэша Это дело рук одной банды Я не уверен Очень не уверен Что мы скоро сможем их поймать Это с вашим-то опытом, шеф Нет, Стив, нет Я старею Пора сбрасывать обороты Ты займешь мое место Если не будешь вести себя Как ковбоя с обложки И перестанешь курить Эти дерьмовые сигареты Простите, шеф Но от них я лучше стреляю Да Интересно Впервые такое слышу Хотя все зависит от того Кто первым выстрелит Иначе венок И табличка в мемориале управления Продолжение следует... Продолжение следует... Они... Целили у меня... А попали в тебя... Я не смог тебя уберечь Прости Здравствуй Мы остались одни Я до сих пор не верю, что Мэриэл больше нет Нет Она с нами Она всегда Так же, как и те, которые ушли раньше Так, Эдди? Я за него очень боюсь Пока еще В больнице Вроде поправляется Аллен Ты мне очень нужен Бросай все К чертовой матери Нельзя, Джон Ты же сам говорил Нам надо во всем Как следует разобраться Нам с тобой? Ты думаешь Я сейчас на что-то способен? Мне без тебя не справиться Просто не справиться Нужны твои съемки О стихийных бедствиях Там, где я укажу Бак уволил меня, Аллен Телекатастрофы больше нет Надо использовать Джексона Он хочет, чтобы мы подготовили Новый репортаж О повороте Камилы Ты это серьезно? Вполне Джексон сейчас просто взбешен У него похитили твои пленки Но главное для меня в другом Камила не поддалась контролю Ушла Теперь я обнаружил Некоторые аномалии В районе Австралии и Индии Камила Видимо связана с этим Все это надо оценить Ушла Камила Интересно А при чем тут Индия, Австралия? Я не понимаю Отец повторял в таких случаях Фактов достаточно Не хватает только фантазии Какого-то Звена, чтобы замкнуть цепь Помоги мне найти это звено, Джонни С твоим материалом я пойму все скорее Хорошо Я утром отправляюсь к Джексону Не надо Не надо, Джон Его люди найдут тебя Нэш Вы уверены, что у Джона Барри Нет дубля кассеты? Уверен, сэр Он отдал нам все Уилле действует грубо На храпом Мне нужен Джон Барри После смерти жены он В таком состоянии, сэр Мэрил была Красивая женщина Да, очень Ужасно все это Ужасно И все-таки Уилле не переиграет нас Не так ли, Нэш? Это невозможно, сэр Лотуба ко мне Немедленно Лотуба ко мне Лотуба ко мне Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я разделяю твое горе и хочу помочь Джон Бак уволил тебя и ты сейчас без работы А работа лучше лекарь У тебя есть для меня работа? Телекатастрофа с сегодняшнего дня принадлежит мне Это я делаю тебе предложение Платить буду в два раза больше, чем Бак Интересные подробности Я жду в машине Если ты примешь мое предложение Я сразу же выплачу тебе гонорар за репортаж из Большого Джона Я, кажется, начинаю понимать Вот и отлично Такая щедрость предполагает особые условия? Да Все имеет свою цену В эфир ты не выходишь Нужны только твои съемки Мы сейчас едем в аэропорт Багаж уже там Куда лететь? Бамбей Недолжен повидаться сэди Я ему сапшу отвоем отъезди Круто берешь, Лота Джон, обрати внимание За нами тащится все время какая-то машина За тобой крепко присматривает, Джон А я предлагаю выгодную работу под хорошей крышей Останови Не сходи с ума Останови Останови На этот раз у вас ничего не получится Спокойно, парень, спокойно А то нам придется встретиться на твоих похоронах Субтитры создавал DimaTorzok Прости, это была дурацкая выходка Она могла стать для тебя последней И мне бы пришлось искать другого Барри Другого Барри нет И тебе придется иметь дело со мной Билет заказан Вот чек Рация в багажнике Зачем? Прямая связь с Алином Материал никто не сможет перехватить Я вижу, в твоей фирме дело поставлено на широкую ногу С фирмой тебе действительно повезло, Джон Ты оказался нужен Ты И никто другой Так что используй свой шанс Через 12 суток Материал должен быть готов Желаю удачи, Джон Алин Вокруг песок, море песка Я не знаю, как выбраться отсюда Буря идет небывалая Ты должен успеть улететь Твои съемки подтверждают Какую-то внутреннюю связь всех этих катастроф Это очень важно, Джон Сейчас ты мои глаза и уши Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Леди и джентльмены Авиакомпания приносит свои извинения Сейчас мы совершим незапланированную посадку После чего наш рейс будет продолжен Мистер Барри Это все из-за вас Срочная радиограмма Вас приглашают в кабину пилота Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, по совету Алина Барри снимают на Аляске, хорошо? Через три дня Барри должен быть здесь Отлично, мне нужен его материал Да, сэр И вот что Скажите Лотти Пусть даст рекламу о новой телекатастрофе Это заставит кое-кого призадуматься Пусть даст рекламу о новой телекатастрофе Туда Давай ближе Еще ближе Нельзя Надо убираться поскорее Пятьсот долларов устроит? Вполне Давай ниже Нельзя Нельзя Стоп Стоп Тебе говорят Вы спасли нас, мистер Барри Не знаешь, что на меня накатило Эта штука здорово завораживает Ни одного тебя притягивает Неужели вам каждый раз приходится так рисковать? Ради такого материала стоит рисковать Не понимаю вас Когда-нибудь поймешь Придется Ничего не понимаю Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, спасибо Камера испортилась Простите, мистер Барри Но мне кажется Ваша камера тут ни при чем У меня отличное зрение Но я тоже вижу Джамалуну как-то расплывчато Как вы себя чувствуете? Неважно Давит что-то Знаете После вчерашнего Мне тоже не по себе Мы ждем вас, Томас В вашу контору не так легко попасть Вы не знаете Почему начал трясти весь мир? Вы можете объяснить ситуацию? Мир полон катастроф Поймите Это сложнейший процесс Возможны побочные явления Побочные явления Разве такое возможно? Нет худа без добра, Фрэнк Теперь никому и в голову не придет Ворошить историю с Камиллой Природа поступила разумно Кому ураган Кому легкая встряска Но В любом случае Нам нужен анализ У меня нет данных Феникса Демонтируемый большой Джон Как мне делать новый расчет? Может вам предоставить всю систему СОИ? Мне нужен Феникс Поймите Тедди Фрэнк поставил меня В немыслимые условия Когда вы носили дублирующую аппаратуру Из Большого Джона Я мог что-то упустить Нужно привлечь новых программистов А вы ограничиваете меня в средствах Я не могу бесконечно тянуть из бюджета Скажите лучше, что вам не хватает мозговалина Спасибо Спасибо, Фрэнк Я всегда высоко ценил вашу деликатность Одну минуту Телекатастрофа Телекатастрофа вновь возвращается к вам Но без Джона Барри На этот раз нам предложат нечто новое о Камилле А также сенсационные материалы Снятые в районах Индии и на Аляске Итак, смотрите телекатастрофу Телекатастрофа приглашает всех Джексон И Ален Этого нельзя допустить Нельзя Хитрый ирландец Сделал свой ход Очередь за нами С вами хочет говорить Тедди МакКоун, сэр Вы можете принять его? Скажите Тедди, что я очень занят И не могу принять его Правда, Миш? Слушаю, сэр Привет, Бобби Привет, Джон Как ты узнал, что я прилетаю? Я позвонил Эдди Он назвал мне Одеррейса Как он там? Ждет тебя дома Почему я тебя встречаю? Ну так Во-первых, давно не виделись Во-вторых, я думаю, что Они хотят тебя Ликвидировать Ты думаешь, адская кнопка Это ширма? Я все больше убеждаюсь, Джон Что за адской кнопкой Стоит какая-то организация Может быть, даже Центральное разведывательное управление Я не хочу ходить в дураках Тедди МакКоун вновь просит принять его По неотложному делу А когда телекатастрофа выходит в эфир? Завтра в 19.20 Скажите Тедди, что завтра я смогу его принять Пусть позвонит после обеда И возвращайтесь скорее Сыграем партию С удовольствием Почему твой хваленый Бобби не ловит стека? Ведь это он убил мать Он преследовал джинн Почему ты молчишь? Почему ты все время молчишь? Я вспоминаю тот вечер в телестудии Когда ты сказал, что Ненавидишь меня Прости, отец Сынок Я хорошо помню вопросы На которые я должен дать тебе ответ Посмотри завтра телекатастрофу После нее многое изменится И ты все поймешь Но ведь тебя не объявляли Это не имеет значения Я не понял, объясни наконец Я и так сказал слишком много Если о нашем разговоре кто-нибудь узнает Если ты в одиночку Начнешь искать убийцу Это может обернуться очень плохо Эдди Очень плохо для тебя, для меня И для других людей Ты завтра должен остаться дома Ты все понял, сынок? Да Значит мы договорились Сэр, звонит Тедди Макоум Давайте Привет, Кларк Тедди, привет Я жду вас сегодня в 16.30 Я бы хотел встретиться с вами и раньше Нам необходимо решить кое-что В последнее время вы все решаете без меня Но если у вас появилось необходимое что-то решить Приезжайте И захватите с собой сообщение ваших служб Вы поняли меня, Тедди? Конечно, Кларк Тедди Макоум, сэр Я рад вас видеть, Тедди Я вас тоже, Кларк Как приятно, когда благоразумие берет вверх Но я еще не слышал вашего решения Если репортаж Алина выйдет в эфир Я знал, что вы придете ко мне Вам нужен точный анализ ситуации А значит, мозги Алина В конце концов, за советом Вы могли обратиться к кому-нибудь другому Но ни у кого нет Алина И того, что он может А я теперь, Тедди, напуганный Тем, что ситуация может выйти из-под контроля Что же вы молчите? Я слушаю вас, Кларк Я внимательно вас слушаю Ваши данные я сейчас же сообщу Алину И мы будем иметь точную картину происходящего Теперь Вот что Тедди Я буду иметь дело только с вами Мне жаль Фрэнка Но на данном этапе Без него можно обойтись Наверное Фрэнк Уилле не нужен вообще Я считаю, что Он заварил всю эту кашу Он И никто другой Не правда ли, Тедди? Это факт К сожалению Юджин Это очень важный материал Надо быстро смонтировать Эфир через 30 минут Ничего не понимаю Разве тебя не предупредили? О чем? Звонила Лота Репортаж не пойдет Что-что? Репортаж не пойдет Фу Фу Джон Ты появился не вовремя Я приготовил ужин на двоих Ничего Поделимся Я думаю, тебе будет интересно Познакомиться с этим человеком Извините за вторжение, мистер Барри Он знает много интересного Я вас слушаю Разговор у вас будет Долгим Я вас слушаю Я вас слушаю Мистер Барри Я должен Начать издалека С того самого дня Когда ко мне пришел Ваш отчим Мартин Конт Вечером того же дня Мне пришлось покинуть Эту страну Супер-чанел Продает тебе Самое лучшее В фильме Все большие фильмы От всех Студий И все ваши Павлики Акция Адвенция Триллеры Комедия Драма Романс Сидите И Немного Немного Классиков Классиков Я Рассказал вам Все Так вот Как все произошло С этим вы должны Публично выступить Кто меня выпустит в эфир Телекатастрофы Больше не существует Я Подумал об этом Бобби меня познакомил С Юджином Я Купил время Сегодня В вечерней программе Сколько? Двенадцать минут Мало Не уложиться Я отдал Все Что у меня было Добавьте это Там на десять минут Мы сможем Уговорить Юджина Я думаю, парни Мы уговорим Юджина Ты вернулся вовремя Бобби Но я не выйду В эфир До тех пор Пока Не решу вопрос С Саллином И меня очень Волнует Эдди Я вижу Вы Делаете Максимальные ставки Парни Я беру на себя Безопасность Эдди Спасибо Боб Ну что Пора Заняться Делом Времени В обрез До встречи Угу Ну вот В конце концов Вы должны были узнать И это Надеюсь Вы понимаете Что Я Никоим образом Не был заинтересован В гибели вашего отца Вы послужили причиной Его смерти Неправда Всему виной Химера Его Фантазии Своей гибелью Он думал Повлиять на борьбу В мире Это невозможно Оружие Зевса Возникло Оно действует История Движется Реалистами Аллен Значит Вы считаете Себя реалистом В отличие От большинства Людей Да Я знаю Что усилия Подобных Мне прагматиков Могут дать Неизмеримо Больше Чем Иные Правительства Пораженные Маразмом Следовательно Как реалист И прагматик Вы должны Будете понять То что я Вам сейчас Скажу Вы просчитались Джексон Оружия Зевса На самом деле Не существует Есть только Способ гигантского Всепланетного Самоубийства Намного Превосходящий По мощности Любую ядерную войну Где доказательства У вас нет И не может быть Доказательств Вы ответите За эту ложь Конт Сохраняйте Хладнокровие Джексон Вас ведь тоже Беспокоят Различные Катастрофы Вроде Землетрясений На Аляске Я использовал Ваши данные Так вот Это побольше Результат Возможно Ушедшей Камилы Природа Реагирует На вмешательства Это лишь Первые признаки При повторении Они будут Нарастать Как шквал И этот шквал Сметет всех С лица планеты Самые глубокие Бункеры Не уцелеют После чудовищных Землетрясений Вихри Распадающейся Атмосферы Достигнут Космических Орбит Разметав По космосу Все ваши Модули И спутники Ваши Миллиарды Превратятся В труху Джексон Вздор Вы знаете Что с вами Покончено И хотите Отомстить мне Взять реванш Не выйдет Вы мне Больше не нужны Конт Все что я Сказал вам Подтверждено Расчетами Я их Передаю В банк Информации Да Даже такой Негодяй Как Томас Бак Способен Понять Что они Справедливы Чего Вы Хотите Я хочу Чтобы вы Прекратили Эти эксперименты Баланс Еще Можно Восстановить Прекратить Эксперименты А вы Глупее Чем Я думал Кто Откажется От Миллиардов Мир Это Множество Тупых Исполнителей Неужели Вы думаете Что кто-то Способен Изменить Это Вы Должны Осознать Всю Жизнь Я Шел К своей Цели И теперь Вы мне Говорите Что ее Не Существует Выходит Я Проиграл Я Такой же Слепец Как и Все И я Должен В это Поверить Я Настаиваю Чтобы вы Отказались От этих Идей Иначе Я выйду В открытый Эфир Конд Конд Зевс Ты слышишь Я владею Твоим Оружием Слышишь И пусть Ты Сто раз Прав Я Не Верю Тебе Ален Конд Наш 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 Слушаю Сэр Кофе Коньяк В кинозал Хорошо Сэр Сэр Должен Сэр 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты представляешь, что случится, если мировая общественность увидит этот кошмар? Маккол, он говорит. Да, сэр. Эфир не состоялся? Нет, сэр. Спасибо. Вроде получилось. Да. Вы знаете, что передача в эфир не пошла? Что? Как? Говорят о варе. Взорвали кабель. Они могли взорвать и студию. Мистер Барри, мистер Конт, вам надо покинуть студию. Я жду вас в машине. Отец. Здравствуй. Здравствуй, дядя Аллен. Привет, Эдди. Почему прервали передачу? Потому что она кому-то не понравилась. И они взорвали кабель. Вы должны уехать, парни. После того, что случилось, никто не отвечает за вашу безопасность. Она просто не стоит и ломаного гроша. Деньги, документы и все необходимое в камере хранения аэропорта. Поедете на моей машине. Оставьте ее там. Дальше уйдете на корабле Гримпис. Все верно, Бобби. Я остаюсь здесь. Ну, почему так надо? Джон, мы должны лететь все вместе. Я догоню вас через несколько дней. Аллен прав. Я не первый год работаю в полиции. Поверь мне, Джон, лучше застраховаться. Если ты не уедешь, они начнут стрелять. Не надо создавать полиции новые проблемы. Но убить с Мэрил, мы выйдем сами. Обязательно выйдем. Я не могу поступить иначе. Поймите, не могу. Этот материал последний наш с Алленом репортаж. И вы должны его обнародовать как можно быстрее. Я понял, отец. Постарайся, Эдди. Будь здоров. Сделай так, как я сказал. До свидания, брат. Береги себя. Пока. Я провожу их до машины. Да. Прэнк. Умер Джексон. Я знаю. Что будем делать? Лететь в Аризону. В научный центр. Макку он дает самолет. Макку? А что вас не устраивает, Томас? Да нет, ничего. Да. Я не устраивает. Барри здесь Отдохни Субтитры сделал DimaTorzok Ждите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это ты, капитан За твоей башкой Несчастливый номер 13 Хотя ты мне сегодня не нужен Сегодня не твой день Мне нужен Джон Барри Он там Я знаю Ты мне будешь нужен завтра Но если ты настолько самонадеян Твой день может наступить сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Алло Лота, это я, Джон Барри Что? С тобой все в порядке? Да Тем лучше Выплатишь мне солидную неустойку Кто позволил тебе работать с другой телекомпанией? Послушай, Лота, пора понять, что происходит в действительности Мир может перевернуться вверх дном А мне наплевать Но пока он еще не перевернулся, я буду делать деньги И никому не позволяю себя надувать Ты сорвала репортаж Как будто это в моих силах Хорошо Я предлагаю сделку Я отдам кассету И сниму продолжение еще более сенсационное На этот раз тебе решать, сколько стоит эфир Но у меня есть одно условие Какое? Ты меня выведешь на Уилле Алло Слышишь, Лота? Постараюсь тебе помочь Уилле с Баком улетают Куда? Каким рейсом? Спецрейсом в Аризону Я могу лететь с ними? Можешь Сошлись над Тедди Маковна А я скажу Юджину, чтобы он приготовил эфир Не опоздай, Джон Сошлись над Тедди Маковна Сошлись над Тедди Маковна Звучит музыка Здравствуйте, Нэш. Добрый день, миссис Бак. Для чего вы меня так срочно вызвали? Я должен объявить вам последнюю волю мистера Джексона. Прошу. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует... Рад видеть вас, Лотто. И вы здесь, Тедди? Не удивляйтесь. Нэш вызвал меня по этому же поводу. Что это всё значит? Сейчас узнаем. Понимаю ваше недоумение. Но прежде чем перейти к делу, хочу сказать вам несколько слов. Тедди, перестаньте ухмыляться. Хотя бы из уважения к покойнику. Сядьте в моё кресло. Оно вам так нравится. Так уж получилось, что большую часть жизни я прожил в одиночестве. Семью в какой-то мере мне заменили те, с кем я имел деловые контакты. Так что выбор у меня ограничен. Хочу доверить вам то, чего не успел сделать я. Жаль, не дано нам знать, где суждено поставить точку. Дело, которому я отдал всю свою жизнь, близится к завершению. Урожай вы будете собирать без меня. Нэш, мой душеприказчик, ведёт вас в курс дела. Теперь о главном. Всё своё состояние я оставляю вам, Лота. У вас есть хватка, есть честолюбие, есть выдержка. Значит, вы пойдёте по моему пути. Вас, Эдди МакКоун, я назначаю директором фонда моего имени. Ваш годовой доход будет зависеть от успешного развития событий. Так что, работая на себя, вы будете работать на наше общее дело. Ну, теперь в ваших руках оружие Зевса. А это власть над миром. Я сделал всё, что мог. Пусть придёт другой и сделает лучше. Примите мои поздравления, Лотто. Оружие Зевса – это большая власть. Миссис Бак, я жду ваших указаний. Спасибо, Нэш. Спасибо, Тедди. За вас, Кларк. Барри сейчас летит. В твоём самолёте вместе с Баком и Уилли. В любой момент может начаться репортаж. Этого нельзя допустить. Но ты ведь говоришь, что в самолёте Томас Бак. Ты что, не понял? Барри вот-вот появится в эфире. Не волнуйся, дорогая. Этот репортаж не состоится. Томас Бак. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Фрэнк Джон Как ты сюда попал? В эфире телекатастрофа Перед вами сенатор Фрэнк Уилли Мистер Уилли, позвольте спросить Кто готовит новое испытание оружия Зевса? Оружие Зевса? Это что-то из мифологии Вашего ответа ждут миллионы зрителей Ну хватит, Джон Я ценю твой юмор Но ради этого не стоило меня будить Выключи камеру, Джон Вот мой ответ Вы хотите меня запугать? Я не доставлю вам этого удовольствия Я точно так их посмотрю Я с курика Я берусь Яенняя Я цена То есть Я 나를 Субтитры подогнал «Симон» Когда боги хотят наказать, они отнимают разум Сегодня, на пороге третьего тысячелетия, мы стоим перед бездной И оттуда веет на нас леденящим холодом варварство Я верю, человечество справится Мы переживем этот кризис, и для нас начнется третье тысячелетие Но если моя мечта не сбудется Если случится то, чему нет имени Тогда каждый из нас останется наединя с собой И не будет виновных, чтобы утешиться мщением Не будет властителей, чтобы упрекнуть их И каждый в одиночку Должен будет ответить себе Кто мы? Зачем? Куда идем? Если это случится Я спрошу себя еще об одном А был ли подлинно разумен род человеческий? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ